...игрой, но я думаю, мы уверены в том, что сейчас что-то изменится. Конечно, все изменится. Мы же из Питера, а Питер лучший. Отлично, Питер лучший. Как прошла первая игра? Что пошло не так для Санкт-Петербурга? Как ты думаешь? Мне кажется, многочисленные влеты лицом в Teamfight были не своевременные, но я как королева фрейвьор из Северного Петербурга очень желаю победу нашей команде. Ну, королева Севера, Санкт-Петербург на Севере, по-моему, все сходится, дамы и господа. Мы только что подтвердили, что Санкт-Петербург выступит получше. А теперь слово нашим аналитикам. Ну что же, мы возвращаемся, и у нас почти вторая игра. Сейчас будет между SPBGUT и МГУ, и все-таки, да, Даник пока что оказывается прав более-менее. Я тоже на МГУ стоял. А, да, я забыл, прости. Я стоял на 3-1. Я, конечно, не болею, и очень сложно расценить команды, с которыми ты не знаком, просто по тем выступлениям, которые они проделывали в плей-оффе. И сейчас МГУ продемонстрировали то, что они лучше понимают то, чем они играют. Да. Ну, если все-таки выиграют МГУ, то я скажу примерно вот это. Стандартик. Ты долго к этому шел, ты к этому наконец-таки пришел. Да. И не говори. Ну что ж, а у нас уже вот-вот начнется этап пиков и банов, и мне интересно, как проведут свою драфт-фазу сейчас команды. И в первую очередь, какие выводы сделает SPBGUT, как они реабилитируются? Для начала SPBGUT им не надо, наверное, оставлять Грагаса. Потому что в прошлый раз Грагас ушел МГУ в последней стадии. Это не тот чемпион, которого сейчас можно так просто оставлять. Ну, вообще, по-моему, SPBGUT стоит забрать Браума и Наутилуса. Это действительно два пика, которые могут им помочь. То есть, если ты берешь Браума, то, скорее всего, стайпи будет играть на Жанне. А Наутилус так более-менее хорошо заходит против Жанны. Вообще, я, кстати, согласен, что Браум тот чемпион, против которого, если ты не знаешь, как играть, против него играть действительно очень сложно. А здесь, за счет хорошего ADC, который есть в команде МГУ, JS, который все время реализует свой урон, хорошее позиционирование, Браум подходит как нельзя лучше. Ну да, просто сложно пробить, сложно добраться. С другой стороны, Жанна обеспечит хорошую защиту тоже для того же Люциана. Единственный минус, что все-таки она не сможет... В агрессию сложнее играть. Да, да, да. Не смогут они агрессивить. Но если Люциан, другой стрелок, который там будет агрессивный, он будет все равно хорошо выходить вперед, то та же Жанна себя, на мой взгляд, реализует очень неплохо. Ну, насчет Браума, Браума в прошлый раз в тайпе и ФП шнула себе. На ферст пик забрали Браума. Если сейчас забирать ферст пик Браума себе, допустим, SPB Гуд, то, и ты говоришь, взять Наутилуса, то им придут, ну, допустим, в прошлый раз они не забанят Наутилуса. Если они ФП шут Браума, то в следующей стадии Наутилус уйдет команде МГУ. Окей. И очень часто с ним... Ну, мы переходим на этап пиков и банов и посмотрим, кого же заблокируют, а кого заберут все-таки команды SPB Гуд и МГУ. Наутилус бани. Наутилус и Ариана, что тоже очень важно, также находятся в бане, так и не смогли придумать ответы против Сим Сина. И МГУ продолжают по старым чертежам. Киндред Калиста с их стороны. Появляется Ариана в бане? Все-таки решают, что нельзя допускать Сим Сина. На самом деле, на мой взгляд, одно из слабых мест SPB Гуд, как бы неперескорбно это было говорить, МД. Все-таки он, ну, он неплохо отыгрывает, но он сильно проседает по сравнению с другими медленерами в Питву университет. Зато у него не крутой МД. Это доктор или что? Не знаю, может быть Хаус. Хаус? Да. Лисандры и Трандл. Все те же баны у нас, только Ариана сейчас появляется. Из лесников остается Нидери, остается Элиза, остается Крейс, остается Грагос. Очень много чемпионов, на которых можно себя реализовать. Здесь уже другое дело, я не знаю, тут Круки и Фликкер, насколько любят на них играть и что им больше подходит. Ну, а SPB Гуд, как вы и говорили, ребята, забирают на первой стадии драфта просто Браума. Вот поэтому у нас есть аналитики, которые так легко придумывают. Я считаю, что если МГУ возьмет Жанну, то для МД будет неплохо Ари, потому что она может, так сказать, выцепить. Немного заменяет на Утилоса, конечно, не полностью, но так, частично. SPB Гуд еще пытались себе Трандла на первой стадии забрать, но МГУ не позволили. Прочитали это и забанили его. Кстати, Джесс сейчас может опять показать на своем лице. Мне кажется, что Трандл вообще будет 100% банрейт. То есть, если даже будет 5 игр, то в каждой игре Трандл, скорее всего, окажется в бане. Ну да, противный герой контрит танков, а обе команды в основном играют на танках. То есть, они не пикают Фиора, а может быть, они и приготовили ее. Может быть. Здесь это довольно большой вопрос вообще по подготовке как раз таки именно стилей игры. Да, мы увидели, что обе команды любят плейстайл через Team Fighter. То есть, они любят драться, они любят постоянно какие-то устраивать замесы по всей карте. Вот это меня и удивляет, потому что команды так любят драться, и при этом Сивир и Сивир сетапы проходят вообще мимо. Потому что именно через этого чемпионы реализовываются такие сетапы, ну, проще всего. Здесь тебе особо не надо придумывать и действительно устроить какой-то велосипед. Да, ну и бульбазавр такой. О, все-таки пикают. Прислушались к тебе. А вот Лулу Сивир, это не тот пик, который работает хорошо. Да, отсутствие гиперкеррия. Это больше корейский пик, но он у нас не работает в регионе. Интересно, что будет на топ пик, а то на топ должен быть пик, но это какой-то агрессивный топпер. Здесь просто меняется связка, когда ты берешь Лулу на мид и у тебя Сивир на адекерри, ты хочешь сделать из нее гиперкерри. То есть ту самую Сивир, которая за счет критов будет раздамаживаться очень сильно в драках. Но тебя не такая крутая инициация будет уже. Но это может быть какой-то синий топпер. То есть, опять же, как сказал Фамзак, да, или Бластин сказал. Было бы круто, если бы для Кинзу пикнули Грейвса. Мне кажется, это бы нереально сработало с Лулу. Нереально хорошо работает с Браамом. Согласен, кстати, я соглашусь, что Грейвс здесь на топ лейн подошел бы как нельзя встать. Только его надо забирать как можно позже, потому что... Или, допустим, Грейвса влез, а Маукая на топ будет тоже неплохо. Кстати, да, хороший сетап. Вообще, Грейвс на топ почему? Потому что, во-первых, он может сплитпушить, что контрит плейстайл МГУ. Во-вторых, у него хорошая синергия с его командой. Да, и, кстати, сейчас Грейвс особенно хорош, потому что его мастерка, Bloodlast, она очень сильно легенит хп Грейвсу. И он на линии, ну, не сгоняя просто. То есть как-то согнать с линии Грейвса с этой мастеркой просто невозможно. Люкс и Доктор Мунда со стороны МГУ. Кстати, здесь в самую последнюю секунду уже Джесс взял Доктор Мунда. И факт то, что это продуманный пик. Скорее всего, они просто растерялись. И, может быть, здесь Фаерс не настолько наигран на нем. Возможно, да. Доктор Мунда в целом пик такой дискуссионный. Возможно, не в каждом сетапе, не в каждой ситуации он зайдет. Против double AP он хорошо работает. Да, против большого количества магического урона, особенно когда отсутствует процентный урон от максимального хп, то он действительно очень хорош. Кстати, Ноктюрн, флигер, который играет очень много на этом чемпионе, берет Ноктюрн Шен. Ноктюрн на позицию Лесника и Шен на топ-лейн. Очень много глобал контроля появляется у команды. Также агрессивный Лесник, с которым Лулу зайдет очень здорово, потому что сам по себе Ноктюрн может собираться тогда в AD, выдавать целую уйму урона, а Лулу здорово поддерживает таких. Как Мастер Е, он может как субмарина залетать. Да, да, да. И, кстати, Лулу, да, действительно, Лулу, она, ну, персонаж, который заставляет тебя взять одного гиперкерри, хотя бы одного гиперкерри в команду. И если ты берешь Севир, то тебе нужен либо топпер, либо Лесник. Лесников мы просто редко гиперкерри видим, поэтому мы в последнюю очередь думаем о том, что вот это будет Лесник гиперкерри. Ну, именно в 5 на 5 команду. Понятно, что там в соло-кюмой Мастер Е, Шван и все прочее. Мы думаем о топпере, но здесь появляется фликер, который действительно Ноктюрн мейнер, который играет на нем очень хорошо. И сейчас это хорошая возможность для СПГУ доказать, что они могут круто играть через глобальный контроль. Самое главное то, что Джесса они смогут выключать. Да, и они смогут выключать Джесса, что является, пожалуй, главной задачей вообще в этой БО-5. Да, Стайпи тем временем берет все-таки себе Жану, будет какая-то дополнительная защита, но не всегда, наверное, она сможет помочь. Если СПГУ смогут реализовать свой сетап, здесь тем более связка Ноктюрн-Шен на топе для Мунда будет колоссально сложнейшей. И даже в 2 на 2 не факт то, что Круки с Файерсом смогут что-то сделать. Ну, я предполагаю, что так и пойдет. Если здесь все будет стандартненько, то Кенсей продолжит призывать своего лесничка, а Джесс вместе со Стайпи и Круки будут терроризировать БО. Ну, Жанна вот идеально входит в их пик. Против фул-энгейджа, ну, против энгейджа Ноктюрна. Но здесь еще Ноктюрн и Шенн, они должны после 6-го лэла своими гобл-литами просто за... ну, не знаю, за... уничтожить бутлайн. Вообще, как и Декерри, я могу подтвердить то, что против Ноктюрна и Шенна это просто невозможно играть. Ты вроде, типа, неплохо играешь, вроде стоишь вместе с командой, но на самом деле они тебя просто проезжают по тебе, как танк. Джесс показал отличную механику, когда он впереди сейчас, и он должен показать, как оппозиции играть более правильно. Да, ну что ж, дорогие дамы и господа, мы готовы переключаться во вторую игру этой Best of 5 серии. СППГУ сражаются против МГУ. Давайте похайпим команды, поболеем за них! СППГУ и МГУ! Честно говоря, мне безумно интересно, опять же, как себя покажут СППГУ и МГУ в этой ситуации. То есть, будет ли какой-то стартовый инвейд и так далее. Сетапы у нас новенькие получаются, и здесь уже по-другому СППГУ будет играть. Хотя я уже видел, как они реализуют именно такого чемпиона, как Ноктюрн, как Шен. И мне кажется, у МГУ могут быть здесь определенные проблемы, потому что здесь я, пожалуй, отдам именно в плане драфта преимущество на сторону СППГУ. Да, и теперь без паузы мы видим красоту всего ущелья призывателей. И добро пожаловать в ущелье призывателей, дорогие друзья! Начинается у нас вторая игра. Смогут ли МГУ захватить уже действительно серьезные преимущества, либо же СППГУ отыграются? Да, пока не наблюдается здесь никаких инвейдов ни с той, ни с другой стороны. При этом, возможно, свап от МГУ. Что же будут делать в студгильдии? Неужели они нам покажут, что университеты тоже умеют свапать-то? Да, это будет крайне интересно, на самом деле. Причем и сам факт свапа, будет ли он здесь, либо это вообще попытка МГУ за контр-свапать. То есть они могли думать, что СПГУ собирается свапать, так как, в принципе, Сивир Брама — это не та линия, которая захотела бы стоять. Слишком сложно, мне кажется. Да. С учетом того, что количество свапов обычно на битвах было крайне маленьким, но что делал Джесс Астайп и Кинсей, тем временем, они не... О, они забирают Снипп. Они не просмотрели то, что Фликер вместе с Кинсейм просто забирали Грампа и... Они забрали одного мини-голема. Но они никак не помешали. Да? Никак не помешали. Идут сейчас на топ-лайн, будут потихонечку эту линию контролировать для себя. При этом, ну, лесники с топперами, естественно, находятся здесь в лесу, для того, чтобы забирать для себя этот фарм. Но, кстати, то, что забрали мини-голема, по-моему, это влияет сильно на опыт. Но это не так влияет сильно, как то, что Фликер с Кинсейм просто все кимпы сейчас зачистят, потому что в тот момент, когда Круки будет должен пойти продолжать фармить лес, а Файерс пойдет забирать со своей командой топ, то ему придется идти в нижнюю часть карты, где может зайти как и связка как раз-таки топера и бота... Ой, топера и джанглера в лес, так еще и может Браун помочь, за счет чего, конечно, будут большие проблемы. Но СПП Гуд делают просто иначе. Грейдж Браун заходит под Тауэркинс и также находится здесь. Джесс получает сейчас три стака уже браумовской пассивки. Фликер подходит туда тоже, защищать будет СПП Гуд эту вышку, при этом Севир в одиночку давит ботом лейнг сейчас. СПП Гуд все делают слишком хорошо здесь. Ну, скорее всего, просто потому что у МГУ свап не настолько еще был натренирован, чтобы его сейчас выкатывать, потому что они проседают и вынужден сейчас Телепой свой тратить фарм. Он хороший таун на топ лейне от Кинз и был сейчас по Джессу. Серьезно продавили его по здоровью, при этом Грейдж Браун еще немного играет по Люциану. Ну, не удалось, к сожалению, сильно пробить Джесса, но он здоровье потерял. Один из плюсов Мунда то, что он может практически против любого АДХР отлично фармить на линии, так как он просто закидывается топорами и в целом не подставляется под дополнительный урон. А стоит сказать, кстати, что если бы МГУ начали лесник-стоппером с нижней части леса, то, скорее всего, у него получше получилось разыграть всю эту ситуацию. Если бы с нижней, то да. Но в любом случае они не смогли остановить СПП Гуд, чтобы те не прошли... Ох, очередной таунт идет от Кинз и по Джессу, но Джесс удается уйти. Я даже не знаю, кто здесь урона больше получил. Кинз и просел. Грейдж Брауна уже не остает. Нет, еще есть печенька одна. Ну, 7-7 вместе с МД продолжают выпармливать. Ну, это пассивная очень линия на миде. Кстати, стоит отметить, что в этой игре... Ну, на ней, кстати, ошибаться не стоит, потому что имеет хороший потенциал убийства здесь с приходом любого лесника. Да, и Люкса после 6-го начнет, ну, очень много моментов создавать, когда если она попадает своим биндингом, если она сажает Лулу в контроль, то Лулу, ну, либо отдает, там, может быть, суммонер, либо свой ультимейт, как минимум. Джесс играет безумно агрессивно. Ликеру надо обязательно наказывать за такое. Сейчас Файрес, кстати, может вместе с Круки попытаться убить здесь Муна. О, здесь Муна во большой опасности заходит на Круки. Мун пытается раска... Идет, он бьет Файреса в первую флангу за команду СПБГ Улт. Вау, идет дальше Мун. Но Круки здесь не умрет, скорее всего, Мун не сможет его добить. Тем не менее, отличная первая кровь для команды СПБГ Улт. А Декэри сегодня на битвах университетов совсем не лыком шита. Они показывают то, что они тоже умеют играть в эту игру и играют действительно хорошо. Здесь Мун просто перемикрил, смог отфлэшиться от Куза Грагаса и забрать еще и Убиста в свою пользу. Не часто видишь, когда Севир на четвертом левеле в ситуации 1 на 2 против Мунда и Грагаса ставит вообще эти киллы. У Файреса оставалось достаточно мало здоровья, чтобы так агрессивно играть. Снова на топ-лейне агрессия, пытается по максимуму выжить здоровье. Саммонеров без своего флеша продолжает просто стоять под вышкой постоянно. Ах, смотри, что он творит. Он бьет Грэдж Браун, уже под вышкой получает. Это уже безумная наглость. Да. Пожалуйста, придите и остановите кто-нибудь этого наглеца. Он при этом не хочет останавливаться ни на секунду, даже имеет риск-то здоровья. И есть риск того, что Кинси даст хороший таунт и вышка ударит по этому Люцану. Все не останавливает Джесса, он продолжает драться. За счет такой агрессии, конечно же, Кинсей здесь не может спокойно выфармливать. И сейчас даже у Файреса, который отдал первую кровь, больше миньону. Да, но не сильно. То есть разница 22 на 20 при свапе, это не так плохо. Тем более Мун идет хорошо по фарму. У него 41 на 37. Вопрос в том, как пойдет дальше. У Муна еще вдобавок есть первая кровь, которая обеспечила ему возможность купить BF-Sword. И в итоге урона у этой Север будет достаточно много именно на таких лейм-трейдах. Фликер просто, пожалуйста, зайти на топ, либо МД, дай телепорт. Потому что Джесса, ну надо было убивать. Сейчас он вернется на базу, и это будет делать гораздо сложнее. Да. Есть у него 1300 золота на самый большой меч. Да, и есть, кстати, фактор Ноктюрна в игре, как всегда. То есть сейчас пока что Фликер выфармливает, он играет осторожно. Да, если Круки зашел уже на ган, то есть он уже потратил время на то, чтобы попытаться убить Север. Тем временем Фликер просто фармил, набирал миньон, хотя по миньону он чуть отстает. Тем не менее, Ноктюр... Он заходил, он показывался на боте, он выходил из леса, они пытались вместе с Муном пропушить вышку, но у них просто не получилось, потому что там остался и Круки. А, да. Ну, потерял, значит, немножко времени, но с другой стороны все равно это Ноктюрн, который сейчас нафармит шестой уровень, и как раз таки на шестом уровне начинается самая жара. Шестым уровнем, конечно же, становится очень страшным Ноктюрн, особенно для Сим Сима, который играет на люкс, потому что у нее нет дополнительной выживаемости за счет каких-нибудь дэшей. И если она теряет свой флеш, то, скорее всего, она умирает уже. Да, и проблема здесь в том, что у Лулу довольно много опций, чтобы поддержать Ноктюрна именно своей утилити и этой дополнительной здоровью с Wild Growth, с ее ультимейта, это и щиты, которые могут дать здоровье этому Ноктюрну, чтобы он там даже задайвил люксу. При этом люкса, если хотя бы один из скиллов люксы Ноктюрн задоджит, точнее своим шелдом сблокирует, то дальше люкса не убьет Ноктюрну вообще никак. Кстати, интересно отметить то, что даже с учетом первой крови МГУ сравнивают сейчас равенство по золоту, и СПБ Гуд нисколько-то не лидирует, просто потому что Сим Сим намного лучше выфармливается, чем МД, и Мидлейн продолжает МГУ выигрывать. Да, вот эта проблема, как раз то, о чем я говорил перед этой игрой, проблема у СПБ Гуд все-таки то, что в некоторых моментах МД не доигрывает, и вот это отставание по фарму, ну, кстати, в лесу тоже нет. Я очень ждал то, что Фликер будет просто играть агрессивнее, потому что он мог себе это позволить. Ну, сейчас Фликер старается осторожно отыгрывать, но, возможно, фактор ланов, опять же, да, давление, очень много нервов, сейчас нужно справляться с этим, и тем более проигрыш в первой игре. Здесь такая разница с 7-го уровня Мун, правда, у него достаточно мало маны против 5-го Джесса. Да, и Стайпе тоже 5-го уровня, при этом 5-го раун 4-го, но самое главное, что Мун здесь может сделать, кстати, там МД не очень удачно разменивается, здесь себя Сим Син всегда будет, в основном, за счет своего счета с W, он будет блокировать урон, который будет наносить Лулу, по большей части. Да, при этом появляется у него уже чашку, за счет чего прогнать его Смита будет гораздо сложнее уже в дальнейшем. Да, при этом непонятно, на что выходит МД, очень часто сейчас популярная литеризация. Круги заходят на бот, у него есть 6-й уровень. М, а подкидывание по двоим с ветерка, проходит дальше, команда МГУ будет играть поиск по ПГУ, здесь идет телепорт, Питерц пытаются ответить, здесь МД появляется вместе с Кинси, играют дальше, но команда МГУ, скорее всего, уйдет. Ну а время-то не тратит сейчас МГУ, и два телепорта выбиты, хоть МГУ и потратили некоторые свои важные кулдауны, хотя из Самбдеров-то только экзост был потрачен, это очень мало. Да, но с другой стороны, с ПГУ смог взять дракона, это хоть какое-никакое преимущество, которое они могут здесь получить, но и МГУ вряд ли как-то ответит. Это проценты физического и магического урона. 6 процентов, между прочим, Кинси врывается с флэша, хорошо таунтит двоих, при этом стояпе лоу-хп, здесь врывается фликер, вот его момент, почти умирает Луцан, пытается выжить всеми силами, но у него не получится, все еще живет фликер, СПГУ начинает побеждать, Грэйн Бау идет по фаерсу играть, флэшится с лоу-хп, при этом выживает, и Мунда здесь падает, и может умереть Сим Син, неужели всех поубивает СПГУ? Нет, размен только 3 в 1, но это отличная драка для СПГУ. Так классно разыграли первоначально МГУ, потому что они не забейтились в эту драку, которая была на боте, но зачем заходить на дракона, когда у тебя нет никаких ресурсов для этого? Вы и так выиграли ситуацию, почему фаерс не мог продолжить пушить просто топ и реализовать потом свое золото? Да, здесь фликер сыграл хорошо, то есть он выбрал свою цель, он сразу же полетел на Люциану, он сделал вот этот полный фокус, который от него требовался. Ну да, пока там стайпи ложки убивала просто фликера, она смогла его, конечно, доесть. Ложки доесть. Ложки доесть, все правильно. Да, ну и, как всегда, платочком помахать рукой, только уже по-другому на этот раз. Ну и в итоге разница по золотым появляется все-таки, СПГУ ведут на тысячу, и сколько же им даст это тысяча золотых, насколько она их выведет вперед, пока что сложно сказать. Ну это в любом случае приятно. Сейчас Мун получает уже 2 убийства, 2 ассистов, фликер получил также убийство, за счет чего его итомизация будет слегка опережать ту итомизацию, которую будет иметь Грагас, а именно Круки. И это в любом случае приятно. Единственной проблемой остается то, что у МД сейчас он еще и поступь Меркурия покупает, за счет чего у него сейчас большие проблемы на миде будут. Он и так сильно отстает сейчас по миньонам и по золоту уж точно от Сим Сима он даже и рядом не находится. Да, то есть вот чувствуется вот это давление, которое оказывается, в некотором роде МД пытается сыграть от защиты по максимуму. То есть он понимает, его задача здесь ни в коем случае не нафидить Люксу, то есть не дать киллы противникам. И как раз таки вот это поступь Меркурия против контроля Люксы, против контроля Грагаса здесь, чтобы выживать. Здесь Джесс попадает по нему ультимейт, Грэйдж Браун на ульте, Муна идут, здесь прокрасно там МГУ, пытается убить Муна и делают это. Грэйдж Браун вынужден отступить, и Лепорт пошел здесь со стороны МГУ. Люкса будет не финал спар, здесь еще на кулдауне находится ультимейт. А сейчас МГУ немного остается до ультимейта Люксы, и получится ли у Сим Сима Забрэн, не попадает он так в Грэйдж Брауну, и выживает суппорт команды СПБ Гуд. Да, хорошая драка здесь для МГУ, СПБ Гуд не ошиблись. Это была отвратительная драка для СПБ Гуд, потому что весь момент решило только одно, не поставили вард в куст, за счет чего Джесс выжил, и он мог передамажить данную ситуацию Муну. При этом МД заходит на топ-лэйн, Файер здесь скорее всего умрет, по нему идет Хекс, и МГУ теряет свою топ-лэйн. И МД решил тоже зароумить, не отстается он сейчас от Сим Сима, который, кстати, ничего не получил на этом роуме, он даже ассист не смог взять для себя. Да, ну, кстати, 0.3 Мунда сейчас, ситуация не самая лучшая у топера, с другой стороны, большая фишка такая, крутая Мунда, в том, что он даже может ничего не получать в ранней игре, но за счет того, что... Но предметы ему нужны сейчас, кстати. Да, ну, кстати, да, предметы ему нужны. Особенно если его сравнивают с Шеном, который в данный момент является таким чемпионом, который сперва затанкован, затанкованный, при этом он может постоянно за счет своего ультимейта помогать своим тиммейтам, но в дальнейшем, когда у него появляется цитоническая гидра, он столько урона наносит, что многие чемпионы просто не могут это пережить. Да, Шен в этом плане весьма опасен, но вопрос в том, как будут дальше на ботлейне отыгрывать СТБ Гуд, у них, кстати, очень скоро откатятся телепорты, и у Кинси уже есть его стенд Юнайтед, у Фликера есть паранойя, то есть он сможет влететь на ботлейн, и больше таких ошибок, как была вот здесь, вот в этом кусте, больше таких ошибок допускать нельзя ни в коем случае, потому что за такое, тем более на гранд-финалах, ну, противник наказывает очень сильно. Плохой контроль карты сейчас есть у МГУ, они совсем не контролируют ни реку, ни то, что происходит во вражеском лесу, за счет чего Фликер сейчас может чувствовать себя абсолютно свободно. Правда, Сим Син отыгрывает правильно, он не выходит даже за середину линии, ну а Джесса с Тайпи также неподалеку от своей вышки. Да, то есть здесь, так как команде СОУ культа пошла от Джесса, пытается здесь раздамажить его по максимуму с Герыч Брауна с Муном, но урона особо немного здесь в ходе. Кстати, снова, СТайпи ставит пинг вард для того, чтобы чистить варды команды из Попугуд в этом дальнем кусте, боятся, опять же, возможности телепорта от из Попугуд, плюс вдруг окажется еще одна такая ситуация, когда у команды из Попугуд не будет варда. Вот это, да, более важно, потому что телепорт, по сути, ему не нужен, у них есть Шен, который прилетает просто на Ноктюрный, либо на ту цель, которая начинает проседать, за счет чего, конечно, они уже могут драку реализовывать по-другому, не только с позиции поставленного варда. Да, ну и в итоге пока что 5-2 счет, но при этом разница по золотым-то минимальная, всего 400-500 золотых, это совсем не та разница, которая имеется при счете 5-2. Ощущение, как будто стартим выигрывает против команды Gambit Gaming, но это не так, потому что по золоту никак НКУ сейчас не будет. МГС немножко подставляется здесь на ботлэйне, при этом стайпе получает некоторый урон тоже от Муна и Грэч Брауна, и в итоге сейчас МГУ выглядит именно на ботлэйне не так уверенно, как в прошлой игре. Да, а Сим Син продолжает выфармливать Люкс, которая вновь будет иметь предметы ничуть не хуже, чем Ариана, она просто реализуется по-своему. Да, при этом по золотым, кстати, у него особо преимущества нет, то есть здесь и Лулу, и Люкса, они на одном уровне, но у Лулу при этом есть убийство и задействие одно, то есть ассист. Заходит сейчас, много сил на бот бросают МГУ, прогоняют из-под вышки и будут пытаться забирать вышку Т1 сейчас. На боте пока, тем временем, Фликер вместе с Кенсейн забирает Герольда, размин очень пользует МГУ. Да, сомнительные решения здесь СПГУ принимают, нужно забирать ответные вышки, Грэйдж Браун здесь может погибнуть, ультимейт Круки влетает в щит, здесь пошла ультаун, Грэйдж Браун здесь стенд Юнайт Шена, пытается СПГУ развернуться, МТ появляется, здесь опасный момент, стайпи уже падает, телепорт будет здесь со стороны МГУ тоже, Файерс в эпицентре событий, играет по Муну, то СПГУ разворачивается, Файерс в опасности, фанал, смаркнут Люксы, но урона слишком мало, СПГУ идут вперед, Мун кидает свой бумеранг, Файерс на буквально 100 хп выживает, и это 1-0 размен пользу СПГУ, скорее всего они заберут вышку. У Симсина пока недостаточно предметов, у него только чашка, при этом мана оставалось крайне мало, за счет чего щиточки постоянно выдавать он не мог, и вся вот эта агрессия, она уже была потом лишней, когда Грэйдж Браун смог принять ультимейт Грагоса в свой щит. Да, ну и дракон второй уже по счету для команды СПГУ, полезность дракона увеличивается потихонечку по ходу игры. Есть два дракона, по убийствам они все еще лидируют, правда по золоту преимущества практически нет, пока эта вышка стоит на миде. Да, но они пытаются забрать, СПГУ очень активно играет по ней, да. И в итоге, за счет как раз-таки бафа Герольда, еще второй дракон, здесь СПГУ реализовывает очень неплохо уничтожение, ну, самой ключевой, наверное, вышки первого уровня. На топе сейчас большая пачка фарма, куда обязательно должен кто-то прийти со стороны СПГУ. Скорее всего, Кинси отдаст свой телепорт. Возможно, но это будет, наверное, и не зря даже, потому что волна очень большая, там порядка 15, наверное, миньонов. Не, он пешком предпочитает пойти, потому что сейчас давление МГУ уже создают на миде, что означает, здесь может завязаться драка, и вышку надо охранять. Да, до ультимейта Кинси еще целых 80 секунд, достаточно долго. Ну, Шена до 16 уровня, действительно, кулдауна, скорость перезарядки крайне велика. Да, при этом Файер сдвигается по нижней линии, то есть он сейчас предпочитает некоторый сплит-пуш. У МГУ нужно опасаться. У них хороший вижен, контроль, хороший обзор карты в нижней части леса. В спину заходит Фликер, Грейдж Браун, AMD, есть ультимейт у Фликера. Проблема сейчас у команды МГУ, смогут ли они уйти здесь? Жанна, стайпи, вардит, может подставиться сильно, получается здесь урон некто, и телепорт здесь идет. Фликер, нужно отступать здесь, если будут, не смогут ничего сделать. Люкса при этом отдает свой телепорт. Но с другим ничего не подразумевает. Телепорты у нас здесь на битвах университетов. Предпочитают? До конца. Но посмотрим, как это отразится на дальнейшем. Файк продолжает сражаться против Кинсеви, запушил уже до лучки. Хорошо, кстати, Шен пробивает Мунда. Ну и Мунда сейчас уже, все-таки имея 11 уровень, с топорами неплохо закидывает при этом. Конечно, за счет ультимейта, не желаемо сесть безумно. Да, очень важным фактором является то, что у Шена процент урон максимального хп, что против Мунда очень хорошо. Да, у Шена вообще никаких проблем здесь не должно быть. При этом Файерс отходит немного. Кинсеви очень хорошо чувствует своего чемпиона и все размены абсолютно он выигрывает против Кинсеви. Джесс здесь серьезно проседает, стан по нему проходит. Оу, эти криты очень больно сейчас Джессу, он практически умирает. Ультимейт от стайпи спасает союзника. Мун идет дальше. Очень агрессивная игра у СППГУД, отличный экзост, стайпи спасает. Мун при этом может умереть. Стэн динайдет Шена, очень вовремя. Играют дальше СППГУД, Круки встанет. Здесь паранойя у Флейкера летит дальше, забирает из стайпи. И Джесса, это даблкил для Ноктюрна. Отлично сыгранная СППГУД. Это минус Т1 на топе. Сложности возникают у МГУ в игре против Шена. И первоначальный свап все карты не смог раскрыть со стороны московской команды. 9-2 в пользу СППГУД, они сейчас еще и заберут вышку второго тира на топе. Да, все очень плохо здесь для ребят из МГУ. Они потихонечку эту игру отдают. Вопрос в том, Мунда, кстати, не заберет, скорее всего, вышку второго уровня на боте. Да нет, точно не должен там забрать. Да, ну и здесь СПГУД отлично эту драку провернули. То есть тот врыв, который сделал в очередной раз Флейкер, он забрал и Суппорта, и АДКР. Это то, что было здесь нужно. Здесь появляются проблемы, потому что Хинцей достаточно сильно ведет против Пайреса. Вообще непонятно зачем пока что нужен был этот Мунда. Я все еще склоняюсь к тому, что этот пик был случайно взят. Просто как танк на топ. Но не случайно, то есть им нужно было срочно подобрать, и они не успели выстроить стратегию. Не успевали. Ну а МД просто исполняет роль поддержки за счет вот этих постоянных передвижений Симсина. Он не так сильно-то и лидирует над Лулу. С учетом того, что у него два убийства, по глобальным объектам СПГУД ведут. МД чувствует себя вполне хорошо. Да, он даже впереди чуть-чуть по золотым. Но при этом, и кстати, айтемизация у него интересная. Обычно предпочитают просто Кюнклайн на Лулу в текущем мете, плюс Личбейн и Рободон. Здесь же идет Марл Номикон первым предметом, дальше выход на Рободон. Притязание любят просто по той причине, потому что оно тебе позволяет выфармливать предметы гораздо быстрее. То есть у тебя три предмета появляются через притязание раньше, чем собирать его так, допустим. Да, ну это определенный плюс тоже для Лулу, который не всегда может фармить много в игре. Потому что Лулу все-таки это утилити-чемпион, который с какой-то минуты отдает весь свой фарм для АТК. Ну и СПГУД стягиваются на мидлейн, как раз таки начинается давление. Севир, Лулу очень хорошая связка для пуша линии. То есть их комбинация умений, она разбивает волну миньонов чрезвычайно быстро. Разбивают миньонов быстро, и здесь многое будет зависеть от Сим Сина. Сейчас, когда у Джесса не все так в порядке, по итемизации он даже отстает по сравнению с Муном, придется держать все в своих руках. Если он не сможет никого вылавливать, если не смогут до начала боя МГУ кого-то убивать, то у них будут огромные проблемы. Попадает клетка по МД, но не стал здесь Сим Син сдавать свой прокаст. Опасно было, может быть, не имело смысла, потому что Лулу это... Большой плюс Лулу, что это чемпион, который может находиться на бэклайне, то есть далеко от противника, и просто накидывает свои щиты. И через него... Fire здесь достаточно далеко заходит. Надо играть поаккуратнее, так как все SPB Good сейчас выдвигаются на реку в нижнюю часть карты, и вполне могут задавить здесь этому Мунду. Он вполне не обладает той затанкованностью. У него есть облачение духов, но все, что оно дает, это магическое сопротивление. Хотя здесь AD урона у SPB Good гораздо больше. Да, и Flickr выдает много, и Moon. То есть они самые главные сейчас, ну, такие передовые игроки команды SPB Good. То есть они вносят максимум урона, и урон физический в первую очередь. То есть пока Мунда не соберет для себя накидку Солнечного Пламени, уже Sunfire Cape, это будет некоторая проблема для них. Ну и падает вышка первого уровня и на топе, и на миде у команды SPB Good. При этом они отвечают, сняв вышку второго уровня на боте, они пытаются зайти на Т3. И это очень интересное решение от SPB Good, смогут ли они ее взять. Потихонечку бьют эту Т3 вышку. МГУ здесь раскидывает всех бочкой. Грагасу, дальше идут, здесь Грэйдж Браун, отличная ульта по Пайросу и Круки. Идут дальше, забирают Пайроса. МГУ здесь разваливается немного. Джесс появляется, катается в ультимейт. Отличный прогресс тут Люксей. Файлл Спарк! Фуум! Может умереть! Килл поиск за МГУ. Играют дальше. Кинси, большая опасность. Игрэйдж Браун еле-еле живой. Замедляет Сим Сина, скорее всего выживут эти два игрока команды SPB Good. Но все равно проблем очень много. Кинси здесь пытался сдать телепорт на базу. Но Стайпи тем временем просто подошла и сбила этот телепорт. Сейчас надо просто прийти и доесть этого ниндзю. Да. Просто доесть его ложкой. Стайпи давай. И вместе с Джессом они без проблем уничтожат SPB Good. И Джесс доедает здесь. Отличная драка со стороны МГУ. SPB Good просто не расценили то, что вовремя смогут вернуться здесь и Джесс, и Стайпи. За счет чего драку смогли МГУ выиграть, так как она слишком близко к базе находилась. И к фонтану. Да, но это третий дракон для команды SPB Good все же. То есть по-прежнему они по глобальному золоту, по объектам, они находятся впереди и очень уверены. МГУ просто выиграли время и по факту-то первоначальный размен вышел. Т1 вышка Т2 для SPB Good, а МГУ забрали две вышки Т1. Да, что для них большой плюс и не потеряли свою Т3. Ну плюс драку выиграли. Ну да. И не потеряли свою Т3, у которой еще тысяча здоровья осталось, и эта вышка восстанавливает здоровье. Да, и сейчас у Люцина появляются уже два слота, появляется второй полноценный у Симсина. Есть и ботинки улучшенные. В дальнейшем это Люкс будет становиться все сильнее и сильнее. А когда у него появится шестнадцатый уровень, будут лететь лучи направо и налево. Да. При этом у Шен и Зизирот, то есть сейчас можно организовывать уже этот сприт-пуш через Зизирот портал. Шен сам по себе хорош на этом раздельном давлении. При этом он может ставить Зизирот на одной, двигаться на другую линию. В итоге и топ, и бот, например, будут пушиться. При этом остальные игроки SPB Good будут находиться на мидлейне. И, кстати, мидлейн сейчас это та самая линия фокуса, где SPB Good должны работать, потому что T2 все еще стоит в МГУ. Кенсей, по-моему, да. Кенсей Зизирот портал все еще не устанавливал. Хочет подальше продвинуться, чтобы потом уже присоединиться к своей команде. И чтобы вышка на боте сама по себе просела. Да, Мун хорошо реагирует сейчас на биндинг от Сим Сина в итоге. Этот биндинг, если бы он попал не в щит, а в самого Муна, то, скорее всего, Сивир бы там ментально была уничтожена, так как КСС у Сивира, естественно, нет. Сим Сина сейчас, кстати, достаточно опасная позиция. Если фликер решит заинициировать, у него могут быть проблемы. Да. Ну и, как всегда, есть тот Шен, который может прилететь на Ноктюрна в этот момент. В момент его паранойи. Кстати, паранойя активируется. Летит фликер, влетает в Сим Сина. Здесь проблемы у этой люксы. Проходит дальше. Тут появляется Кинсти Тауте двоих. Джейс отфлешивается, играет под вышкой. Файлл Спарк, вот люксы. Сколько урона по СПБГУД, но они все еще живут. Сим Син упал. Файрес тоже может умереть. СПБГУД идут дальше. Крухи, скорее всего, умрет. СПБГУД выигрывает эту драку. Делая эйс в свою пользу, потеряв лишь двоих игроков. Это размен 5 в 2. Отличная драка для СПБГУД. Вопрос, смогут ли они здесь уничтожить два ингибитора. Может быть, ну, закончить игру вряд ли? Расстояние Ноктюрна против Люкс. Кто инициирует первым, тот, в принципе, и побеждает. Если у Люкс нет возможности кого-то ваншотнуть, и она подставляется, выходя вперед без флэша, без тотемов, достаточного количества, она потом не имеет никаких возможностей выжить. И СПБГУД просто почувствовали этот момент, реализовали, за счет чего сейчас выигрывают. И командное сражение получает еще больше преимущества по золоту, забирая инги по миду. Да, теперь нет стороны, и имея Шена, имея Зизирот, такой сетап, то сейчас СПБГУД очень хорошо могут получать преимущество. Забрать одного на Шора, попытаться задавить бот, мид сам по себе будет постоянно продавливаться, и вчетвером забирать на Шора – это лучшая опция, которую сейчас СПБГУД имеют для себя. Да, драка хорошая была, то есть здесь МГУ явно пропустили этот удар. Они, возможно, и поняли, что будет происходить, но уже было слишком поздно, потому что фликер выбрал удачную для него позицию и сразу же заинициировал по Сим Сину. Да, при этом Джесс вынужден был отдать моментально свой флэш, потому что его там тоже заловил Кинси с помощью своего таунта, Shadow Tash. И вот как раз Сивир, она, может быть, будет являться на протяжении всех игр тем самым таким камнем преткновения и одним из основных пиков, потому что обе команды играют от тимфайтингов. Мун защитился! Мун пропустил первый каст, пропустил второй каст, но третий уже смог заблокировать своим спеулшелдом. Неплохо, то есть не идеально, но и неплохо. То есть ульту как минимум из Сим Сина выбили, но при этом Сим Сина кулдаун от ультимейт всего там порядка 40 секунд, и, разумеется, к следующей драке у него она уже будет. Так же, как и прошлую игру ввели МГУ, SPB Good также надо ее довести до логического завершения, не надо тянуть, потому что у МГУ есть возможности выхода в лейтгейм, где они будут ненамного слабее, чем SPB Good. Да, 28 минут на таймере эта игра потихонечку заходит уже ближе к лейтгейму, и когда лейтгейм наступает для таких персонажей, как Мунда, на самом деле у МГУ все еще есть шансы где-то реабилитироваться, то есть если они проведут хорошую драку, имея огромное количество урона. Кстати, у Джесса не все так плохо, у него есть 5 убийств, между прочим, что, в принципе, с его предметами дает возможность наносить хороший урон даже по фронтлейну команды SPB Good. Ну, этим и занимается сейчас команда из Питера, они забирают на Шора, пока Кинсей продолжает забирать лишнюю линию. Телепорт пошел от SPB ГУ, здесь Кинси подойдет на помощь своей команде, Грагас пытается осилить 3000 здоровья у барона, пошла инициация, что будут делать? Стайпи отходит здесь, пытаются забрать барона, синяя команда его берет, весь МГУ будут разбиты, падает уже Стайпи, минус Пайрес, уже двоих убили у команды МГУ, даблкил для Север, будут дальше разбивать всех подряд, это даблкил еще и для Ноктюрна, и команда МГУ вновь разбита в очередной драке в этом матче, счет становится 19-6, 4 в ноль размен, и скорее всего SPB ГУ эту игру смогут закончить, это Суррендер от команды МГУ, и счет становится 1-1 в этой БСО в 5. Простенько, и SPB ГУ просто смогли отыграться, они провели очень удачно драфт, МГУ споткнулись об свою самоуверенность со своим как раз таки первоначальным свапом, который не смогли правильно реализовать, после чего у них пошли уже проблемы по карте. Файерс так и не смог себя найти в этой игре, потому что где бы он ни находился, он умирал моментально, выфармливать спокойно, он не мог пушить, он ничего не мог, и действительно над пиком топ-лейна надо подумать в следующий раз получше, побольше. Да, у меня есть подозрение, что команда как раз-таки МГУ, они хотели за контр свапать, то есть они рассчитывали на свап от SPB ГУ, и хотели по чему-то... Нет, я более чем уверен, что они просто сами хотели продемонстрировать то, что они умеют свапать. Я вот почему-то склоняюсь тоже к версии Ника, то, что они хотели, ну, за контр свап, они подумали, что SPB ГУ поплыли, возможно, сейчас начнут что-то креативить, возможно, какой-то свап сделают, зашли на синий, посмотрели, но почему-то не зашли на грампа, это странно. Я просто не вижу смысла для SPB ГУ самим реализовывать свап, потому что у них лучшая синергия в команде, это между топером и как раз-таки лесником, то есть большинство ганков реализуется на этой линии, и свап не позволяет этого делать, поэтому для них выгодна линия. Ну, мне кажется, если бы МГУ не зафейлили свап, то есть если бы они не пошли на синий, а пошли бы остановили этого грампа, то есть Ноктюрн и Шен, они бы ничего не забрали, то они нереально бы вышли вперед. И хотел бы отметить, что на Драконе они немного, так сказать, запаниковали, ну, потому что Ноктюрн и Ульта, и там все теряются в темноте. Но если бы они как-то сгруппировались... Просто бы не пошли на него, просто не пошли, и они бы... Можно и не идти, да. Они раннюю стадию бы просто вели бы тогда уже по золоту. Да, Дракона бы они потеряли, да ничего страшного, господи, да это первый Дракон, что с ним станет? Да, все верно. 6 процентов. С новых 6 процентов. Вообще драка была близкой, но если бы они сняли этого Ноктюрна с Люциана бы, то у них бы все было бы намного лучше, и следующие драки они бы выигрывали. Они и так почти выиграли, даже с большим отставанием. Да, то есть были моменты, если в прошлой игре мы видели, как МГУ вели жестко, то есть у них прям было преимущество, они его наращивали, наращивали, они не отпускали. То есть они не давали возможности команде СППГУ хоть как-то реабилитироваться. Здесь же у МГУ даже при отставании все-таки чувствовалось, что у них есть шанс на камбэк. Джесс хорошо двигается, стайпи отлично его защищает, тем не менее какие-то лазейки в драфте появились. СППГУ прочувствовали то, что для них хорошо работает, то, что не так хорошо работает со стороны МГУ, и в дальнейшем будем уже смотреть, как команда будет ориентироваться. Шен-Ноктюрн комбинация была исполнена просто идеально, особенно по таймингам. Я прям смотрю, я удивляюсь, я получаю искренное удовольствие, просто смотря на эти игры. То есть Шен ультует Ноктюрна, и только потом Ноктюрн залетает с ульты в человека, который загулял, а загуляла там в своем лесу Люкса, после чего они выиграли чимфайт и забрали в сторону на миде. Еще у них был момент, когда они очень сильно зафейлили, этот момент был на боте, когда они били вышку, и там вот надо было добивать вышку и только потом инициировать. Они сначала заинициировали и отдали там 3 кила, а могли получить намного больше. Да, они просто могли спокойно забрать. И потерять могли намного больше. И это еще им повезло, что они ушли там вдвоем и забрали драконы. Просто вот МГУ там тоже немножко потеряли. Но у них отставание было там, понятно. Ну да, то есть сильное, и мне кажется, из той ситуации как раз МГУ выжили максимум. Это еще одна, на мой взгляд, может быть, небольшая ошибка от МГУ именно в свапе, вот этом early game, потому что, в принципе, вся игра, по сути, решилась за счет early game, вот за счет этих ранних ошибок. Если бы они начали с нижнего леса, МГУ, как раз свой свап, то есть если бы они не стали забирать красный вначале, а синий, ну, грампа, а синий, с своей стороны, то есть Мунда пришел бы на топ уже там не первым уровнем, а вторым, получается, да? Да, по большей части надо было просто зайти и вардик поставить подальше. И в первую очередь, первый же кем, который ты всегда контролируешь, это гром. Не синий бав, а именно гром. И здесь просто ошибка МГУ. Здесь видно, что просто у ребят мало именно практики. Практики. Можно сколько угодно смотреть реплеи, то, как исполнять свап. Нужно именно иметь практику. Нет практики, вот можно получиться вот такой вот. Да, то есть, потому что здесь практика и шотколлинга, то есть шотколлер должен понимать, как правильно, куда вот Зака, наверное, про это может больше всего разговаривать. Там не один шотколлер. В первую очередь, здесь свапом управляют по большей части и топпер, и суппорт, и лесник. То есть все трое участвуют. Ну, а Дакари, понятное дело, он просто стреляет, добивает миньончиков. Ну, и мидеры. Думать особо не надо, да. И мидеры тоже, да. Стоят на лайнах, формят крипов. А у мидера вообще ничего не меняется. У него свап, не свап, ему все равно, он стоит один на один. Ну, да. Ну, вообще, мне кажется, МГУ были так долго в игре, знаете, ну, то, что они не проиграли так быстро, это, я считаю, именно из-за люксы. Ведь не зря хардрандомы ее банят. Они что-то знают об этой игре. Ну да, люкса, она слишком хорошо умеет затягивать игры. То есть у нее есть опция для того, чтобы хорошо отпушивать линии, при этом не подставляясь. То есть вот все вот эти чемпионы, которые имеют большую дистанцию своих умений, которые могут быстро отпушивать линии и не подпускать героев противника то есть это всегда, ну, затягивать игру, ну, значит, давать шансы себе на реабилитацию. Ну и по большей части, мне кажется, командам надо немножко остудить свой пыл и вспомнить, какие топ-плейнеры сейчас еще есть в мете, которые играются в соло-кью, которыми играют они сами, я уверен, более чем уверен, то, что кто-то из них отыгрывает нужных чемпионов. Здесь такие парни, как Мунда, не нужны. Хотя вот от Кенсея Шен мне очень понравился. С учетом того, что так здорово фликер играет на Ноктюр, не чувствует этого персонажа, то эта связка будет опасной. Да, то есть вот эта композиция, вот Шен, Ноктюр, ее надо разбивать. Еще и Лулу. Лула не давала убивать Ноктюрну. Именно Люкса, Люкса наш бурстищик, да? А Лулу не давала ваншот от своего Ноктюрна. И он нарезал. Да, это проблема. Ну что ж, дорогие дамы и господа, будем потихонечку уходить на небольшой перерыв. После этого нас ждет третья игра. СПБУ против МГУ. Никуда не переключайтесь. Спасибо. Спасибо.